Здравствуйте! Меня зовут Максименко Анастасия, я библиотекарь сектора абонемента Центральной городской библиотеки. И сегодня наша встреча посвящена Новым годом. Мы все в предвкушении этого праздника и для создания новогоднего настроения предлагаю пуститься в путешествия по разным странам мира и узнать, как люди встречают Новый год. Начнется наше путешествие со стран Европы. Они отмечают этот праздник, как и мы, в ночь с 31 декабря на 1 января. Но главным у них зимним праздником считается Рождество. И новогодние выходные у них приходятся на 25 декабря и продолжаются вплоть до 2 января. Празднование Рождества для них плавно перетекает в празднование Нового года. У каждой страны свои традиции справлять новогодние праздники. И вот о некоторых странах и как они справляют их я вам сегодня и расскажу. Первая страна, с которой начну свой рассказ, находится совсем рядом с нами. Как считают европейцы, в ней живет и в Дед Мороз Санта-Клаус, и эта страна Финляндия. Финны называют свою страну Суоми, что с финского и означает Финляндия. Новый год они празднуют довольно скромно. В первую очередь это связано с тем, что основные торжества пришлись на Рождество и все подарки уже розданы. Ну а во вторую очередь с тем, что 2 января для них уже полноценный рабочий день. Но дух Нового года, Рождества у них царит всюду. Для них это всегда сказка и самое настоящее волшебство. Одним из исторических новогодних развлечений в Финляндии всегда считалось гадание на свинце или олове. Но с 2018 года их традиция оказалась под угрозой исчезновения. Был введен запрет на продажу изделий, содержащих свинец. Новый год это единственный день, когда можно устроить в Финляндии свой собственный фейерверк. Фейерверки разрешены с 6 вечера до 6 утра. И только в новогоднюю ночь. Поэтому жители этой страны уделяют этому очень большое внимание. Также они очень любят украшать свои дома, свою территорию, деревья, крыши домов красивыми яркими гирляндами. И можно везде встретить праздничную иллюминацию. Подарки уже подарены все на Рождество и на Новый год не принято их дарить. Но есть универсальный новогодний подарок, который считается символом дружбы и любви в следующем году. Это свеча. И финны с удовольствием дарят этот подарок друг другу. Само празднование Нового года завершается у них после полуночи. И согласно старому поверью, тот, кто в первый день года встанет рано, тот весь год будет свежий полон сил. Именно это делают в Финляндии. И, конечно же, как и у нас, у финнов есть свой Дед Мороз. И зовут его Йолу-Пуки. Сейчас Йолу-Пуки выглядит, как привычный нам всем Санта-Клаус, в красной шубе. Но раньше, в 19 веке, человек одевался в козлиную шубу, маску. И на голове были даже маленькие рожки. Потому что в переводе с финского Йолу-Пуки означает «рождественский козел». Но вскоре он превратился в человека, который водит за собой козлика на веревочке и развозит в санках подарочки. Трансформировался в современного Санта-Клауса, Йолу-Пуки, который ездит в санях, запряженные оленями, и развозит подарки. У финского Деда Мороза есть своя резиденция. Живет он в Лапландии, у горы Корван-Тутри. И эта гора, она поминает уши. Ходят легенды. И поверьте, что именно это помогает Дедушке Морозу финскому слышать мечты всех детей в мире. И они с удовольствием отправляют ему письма, в которых просят о подарках. Следующая страна, в которую мы переместимся, это Италия. Итальянцы очень любят праздники и умеют веселиться. И, конечно же, на Новый год они устраивают яркие, фееричные мероприятия. Начинаются они с католического Рождества и заканчиваются только в Крещении. На Новый год итальянские города сверкают яркими огнями и гирляндами. Повсюду проходят народные гуляния, концерты, костюмированные шествия. Новогодние подарки итальянцы получают два раза на праздники. Сначала в канун Рождества, а затем в канун Католического Дня Богоявления, 6 января. Первые подарки приносит им Дед Мороз, которого зовут Бабо Натали. Если перевести с итальянского его название, то получится Рождественский Дед. Выглядит он как современный Санта-Клаус. Это высокий седобородый старичок, одетый в красные кафтаны такого же цвета штаны. И обязан этот Дед Мороз своим происхождением византийскому епископу из города Миры Ликийский, святому Николаю. А вот в ночь на Богоявление, 6 января, согласно поверьям, на волшебный лекб прилетает добрая фея Бифана. Ее изображают как старушку, одетую во все черное. Она заходит в дом, открывает двери маленьким золотым ключиком и наполняет детские чулочки подарками. Эти чулочки специально дети подвешивают накануне к камину. Ну а тому, кто плохо учился и шалил, Бифана подарит щеботку золы или уголюк. В честь Бифаны даже есть праздник. Он отмечается 5 января и называется Ла Бифана. Он проходит по всей Италии. В городах проходят маскарады, народные игры, танцы, а в конце зрителей ждет роскошный фейерверк. Итальянцы очень любят фейерверки и запускают их не только ради развлечений, но и считается, что сильный шум отпугивает злых духов, которые могут появиться в наступающем году. Так что это дань традиции. У итальянцев есть несколько традиций на Новый год. Самая простая из них – это съесть 12 виноградей. В момент наступления Нового года под бой курантов необходимо съесть все ягоды и обязательно последнюю съесть в первую секунду наступившего года. Тогда будет сопутствовать удача. Еще итальянцы полагают, что красный цвет тоже приносит удачу, и поэтому они обязательно наряжаются на Новый год во что-нибудь красное. И еще одна традиция. Если ты не знаешь, что подарить, друзьям подарим новую воду с оливковой веточкой. Итальянцы приносят 1 января в дом новую чистую воду с оливковой веткой. Считается, что это принесет удачу на весь будущий год. Вот такие вот у них традиции. Ну а следующая страна, в которой мы с вами побываем – это Франция. Французский Новый год совпадает с Днем Святого Сильвестра, который отмечается 31 декабря. В отличие от Рождества Тихого Семейного Праздника, Новый год отмечают в шумно и в компании, в ресторане или в кафе. На Елисейских полях во Франции, в Париже проходят массовые гуляния. Деревья украшают гирляндами. Улицы Парижа и других городов украшают елки. В Новый год французы празднуют с удовольствием. И причем начинают это делать еще задолго – с середины декабря. К детям приходит местный Санта-Клаус Пэр-Ноэль. Он приносит им конфеты. Приезжает на ослики с корзинкой подарков и проникает в дом через камин. Подарки он кладет детям в детские башмачки, оставленные у камина. Ну а дети в свои башмачки для Пэр-Ноэля кладут угощение, так как верят, что иначе ночной гость не оставит им подарков. Одним из популярных мест встречи Нового года во Франции, в Париже, считается Марсово поле у Эйфелевой башни. Здесь собираются толпы, чтобы увидеть незабываемое зрелище, как ровно в полночь, словно гигантская елка, яркими огнями, загорится символ Парижа – Эйфелева башни. И в этот момент обязательно нужно загадать желание, которое сбудется. У французов в основном все традиции посвящены Рождеству, но есть несколько, относящиеся к Новому году. Например, после полуночи французы обязательно убегают, выходят на улицу и желают друг другу счастливого Нового года. Звучат хлопки, петарды, создается много шума, и это тоже связано с тем, чтобы отпугнуть злых духов. Самым старинным новогодним обычаем у французов является поцелуй под Амеллой. Это растение считалось священным у кертов и приносящим удачу. И поэтому считается, что если поцеловаться в новогоднюю ночь под Амеллой, можно в будущем году найти свою любовь. А вот новогодние подарки французы не дарят. Они дарят деньги, и сумма зависит от щедрости и платежеспособности. В общем, Новый год в Европе проходит весело, празднуется шумно и с не меньшим размахом, чем Рождество. И в основном во всех странах, в европейских, проходит одинаково. Ну, а сейчас мы с вами переместимся немножко южнее и отправимся туда, где Новый год встречают немножко по-другому. В Австралию. В Австралии Новый год приходится на лето. Там температура в это время 25-30 градусов. И снега нет, дождей нет. Австралийцы свой Новый год празднуют на пляже. Официально новогодних каникул в Австралии нет. Но 1 января для них обязательно выходной. В этот день они отправляются на пляж. Вечеринки для них продолжаются еще неделю. Но также они эту неделю и работают. Потому что уже со 2-го обычный рабочий день. Со 2-го января. В Австралии елки не растут. В основном их привозят из Европы. Но чтобы такую елочку сохранить, ее нужно специально обработать лаком, чтобы иголки не опали. Поэтому в основном у австралийцев елки либо искусственные, либо они заготавливают свое вечно зеленое дерево, которое у них растет повсеместно. Это метросидерос. Оно вечно зеленое, очень красивое. Многие заранее покупают его, либо выращивают в горшках. У него маленькие зеленые листья и кремовые цветы. А летом, как раз к Новому году, эти цветы становятся темно-красными. И растение даже без украшений начинает напоминать новогоднюю елку. Под него австралийцы складывают свои подарки. В Австралии очень популярны новогодние салюты. Праздничные фейерверки запускают в полночь, чтобы попрощаться с прошлым и поприветствовать будущий Новый год. Самый крупный салют устраивают в Сиднее. Это настоящее световое шоу над мостом Харбор-Бридж. Ну и, конечно же, австралийский Дедушка Мороз приезжает не на оленей упряжке, как обычно, а на доске для серфинга. И вместо привычной шубы на нем пляжный костюм. 1 января даже устраиваются заплывы Санта-Клаусов, австралийских Дедов Морозов. Но австралийцы не придают сильного значения наступлению Нового года. И расходятся уже после полуночи по домам. Потому что на следующий день встают очень рано. В 6 или 7 часов утра. И приступают к обычной повседневной жизни. Есть такие страны, которые Новый год празднуют не 1 января. А дата Нового года приходится на другую. И одной из таких стран является Китай. Китайцы очень любят Новый год. Они отмечают его два раза. Сначала по Григорианскому календарю в ночь на 1 января. А затем еще и по Восточному. Новый год 1 января они начали праздновать лишь в 20 веке. С приходом к власти Коммунистической партии Китая. И в основном это дань традиции зарубежных стран. Многие китайцы поздравляют своих европейских товарищей. Дарят им открытки, подарки. Но этот день для них проходит спокойно. Без каких-либо шумных посиделок. Настоящий Новый год для китайцев наступает в промежутке с 21 января по 21 февраля. Это традиционный китайский Новый год, который празднуется по лунному календарю. Празднование продолжается 15 дней. За неделю до этого Нового года китайцы убирают свои дома, моют, прибирают, выбрасывают все ненужное. Таким образом, из дома выметают прошлые неудачи и приглашают в дом процветания и благополучия. Каждая улица, каждый дом украшается в красный цвет. Красный цвет – это цвет праздника. Считается, что он приносит удачу и отгоняет злых духов. На улицах появляются фонарики, двери украшаются праздничными надписями на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья. Новый год в Китае – это время, когда семья воссоединяется. Тот, кто живет в другом городе, обязательно приедет к своим родителям, чтобы отпраздновать Новый год. Все садятся за праздничный ужин. Для новогоднего ужина традиционно готовятся самые важные блюда года. Несколько поколений садятся вокруг стола, лепят пельмени, наслаждаются едой и проводят время вместе. Спать в Китае никто не ложится после празднования Нового года. Обращаются плохой приметы. С наступлением Нового года по всей территории Китая начинают раздаваться фейерверки и петарды, сопровождаемые дымом и сотнями автомобильных сигнализаций, шум, грохот и очень часто несколько часов без перерыва. Запуск фейерверков – это не просто развлечение, это древняя традиция. Считается, что так они отгоняют злых духов, приветствуют Новый год, наступление Нового года. На праздник весны в Китае принято обмениваться подарками. Китайцы – практичный народ, и поэтому самым распространенным подарком для них считаются красные конверты с деньгами хунбао. Его преподносят как родным, так и друзьям, а также руководство компаний поздравляет своих подчиненных, даря им такие подарки. Ну и обычные подарки тоже приветствуются, но обязательно подарки должны быть парные. Это символизирует гармонию в семье. В Китае очень распространена традиция дарить два мандарина, но есть подарки, которые китайцы не дарят, считаются плохим тоном, плохой приметы. Это часы, зонты, опыт, круши, острые предметы и цветы хризантемы. В Новый год в Китае можно увидеть много ярких традиционных постановок и выступлений, таких как танец дракона, танец льва. В общем, китайцы празднуют Новый год с размахом. Устраиваются ярмарки большие, где можно найти всевозможные подарки и угощения. И эти празднества продолжаются все 15 дней, вплоть до праздника ханалей. Традиционный китайский Новый год празднует все азиатские страны. Таиланд, Индонезия, Малайзия, Тайвань. Вот мы и познакомились с традициями празднования Нового года. Они все, конечно же, разные и интересные. Для нас Россия Новый год привычен с салатом Оливье, речью президента, звоном шампанского и традиционным просмотром фильма «Ирония судьбы» или «Слегким паром». И, конечно же, мы тоже можем взять на заметку какие-то традиции других стран и провести их у себя, немножко разнообразив свой Новый год. Ведь раньше мы устраивали карнавалы на старый год, можно и взять за основу какой-нибудь страны и провести Новый год в нетрадиционном, для нас привычном формате. Всех с наступающим праздником! Желаю всем здоровья и всем хорошего Нового года! Спасибо за внимание!